МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Главная серия победы появилась на аллее Ханапы. Акция прошла по всей Кубани. На сцене созвездия блистательных имен. 600 километров на двух колесах. Международные шоссейные велогонки в крае. Сейчас обо всем подробнее. Вопрос обеспечения безопасности – важнейший в период подготовки к сезону. Тем более, когда речь идет об антитеррористической защищенности инженерных объектов и социальных учреждений. Эта тема звучала сегодня на совещании в администрации. Обеспечить безопасность людей, жителей и миллионов гостей курорта в этом деле мелочей нет. В 2014 году практически совершена паспортизация объектов. На которых одномоментно может находиться 50 человек и более. Из 289 объектов паспортизировано 278. В городе-курорте 17 объектов, подлежащих первоочередной защите. Такие, как аэропорт, морской порт, железнодорожный вокзал и другие. Начальник Анапского линейного отдела МВД РФ на транспорте Сергей Домолазов в своем докладе рассказал об укрепленности этих объектов. Установлены камеры видеонаблюдения с возможностью приближения. Сотрудники полиции, совместно с собственниками указанных объектов, уже дважды в феврале-марте 2014 года и в январе-феврале 2015 года, были проведены обследования всех 288 объектов на предмет их технической укрепленности и антитеррористической устойчивости. По результатам обследования сотрудниками полиции составлены акты с отражением в них недостатков и конкретных рекомендаций хозяйственного субъекта по обеспечению защищенности обследуемого объекта. Большое внимание уделяется школам и детским садам. Все учреждения образования в Анапе оснащены противопожарной сигнализацией, запасными выходами, первичными средствами пожаротушения, регулярно отрабатывают эвакуацию детей. В перспективе установка во всех учреждениях системы стрелец-мониторинг. К началу летнего сезона необходимо обеспечить безопасность морских пирсов, установить на каждом видеонаблюдении и починить сами конструкции. На заседании комиссии утвердили новый перечень объектов возможных террористических посягательств. В новом списке таких объектов в городе-курорте более 250. Почти по всей Кубани синоптики прогнозируют сегодня ливневые дожди. По прогнозам синоптиков в Анапе осадки будут идти 4 дня. Возможны грозы. Средняя дневная температура воздуха 15 градусов. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ожидается подъем уровня ваты в реках. Возможно подтопление низинных территорий. Сегодня в Анапе, равно как и в остальных городах и районах Кубани, начинается волонтерская акция «Главная сирень победы». В память о мужестве и героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны, в центральных парках и скверах волонтеры, общественники и ветераны высадят кусты сирени. Сирень победы зацветет в Анапе в сквере имени Гудовича. Молодежь, ветераны и волонтеры серебряного возраста приняли участие в посадке кустов и торжественном митинге, посвященной 70-летию победы Великой Отечественной войне. Мы хотели, чтобы все-таки на вашем городе всегда был мир. А ваша акция следует тому, что мы помним. Гордимся и будем вам поместить своим потом, своим детям. На аллее установили две памятные таблички с указанием даты и наименованием группы войск, принявших участие в освобождении района. Также Анапа присоединилась к общероссийской акции, которая объединит все 40 городов воинской славы. В сквере прошла закладка земли в особые гильзы. Мы наполняем гильзы землей, их 40, и 5 мая на Поклонной горе в городе Москва будут гильзы обменены с другими городами войской славы и городами-героями Российской Федерации. Именно с ветками сирени в руках встречали в мае 45-го года советских воинов-освободителей, возвращавшихся домой. Так сирень стала настоящим символом Великой Победы. Созвездие блистательных имен. Ставший традиционным праздник собрал музыкантов, художников и поэтов, заслуженных работников культуры Кубани и ветеранов отрасли, педагогов школ искусств Анапы. В городском театре чествовали людей, бесконечно преданных творчеству сцене и своей профессии. Уникальный случай, когда заводила всех торжеств, собрались вместе. Здесь ветераны культуры и целые семейные династии. Концерт прошел в теплой дружеской атмосфере. Не смолкали аплодисменты и яркие имена отличившихся работников культур. Людмила Мурашова поздравила всех с профессиональным праздником. За существенный вклад в развитие культуры города почетными грамотами от главы награждены самые лучшие. Мы очень горды, что мы несем культуру в массы. И прежде всего это письменное слово и буква. Мы любим свою работу. В конце фестиваля на сцене сошлись в созвездии блистательные имена самых лучших работников культуры. В завтрашнем сюжете новостей мы подробнее расскажем о героях, которые несут культуру в массы. В селе Витязево муниципальный контроль выявил очередное незаконно установленное кафе. По решению межведомственной комиссии некапитальный объект идет под снос. Ни одного разрешительного документа на размещение точки общепита на перекрестке улиц Курортной и Батарейной у собственника нет. Сотрудниками управления муниципального контроля в ходе мониторинга был выявлен захват муниципальной территории, на которой несанкционировано была установлена столовая. На основании решения межведомственной комиссии демонтируется столовая, после чего были демонтированы ролеты. Под снос уйдут и четыре некапитальных объекта, которые также размещены нелегально. Более того, их собственники заплатят штрафы. Внимание, забота и тепло. Так немного нужно от нас пожилым. И неважно с медалью или просто с цветами и тортом мы заглянем на чай. Они несказанно рады. Сегодня мы побывали в гостях у Марии Михайловны Поповой, ветерана Великой Отечественной войны. Вручить юбилейную медаль к 70-летию Победы Мария Михайловна Попову пришла поздравить целая делегация. Управление по делам семьи детей, тосовцы, казачата 12-й школы и станицы Анапской. Знак уважения и благодарности к 70-летию Победы. Примите, пожалуйста, вот эту медаль. В начале войны Мария Михайловна была призвана из Анапы в 276-й стрелковый полк, который базировался под Новороссийском. А когда враг подступил к городу, ее перевели в женский прожекторный батальон по охране границ на Северном Кавказе. Дорогая сердцу награда – Орден Отечественной войны. А самый лучший за пять лет войны день – 9 мая. Мы же там до конца-то так и были в этом 21-м прожекторном батальоне. И там мы встречали День Победы в Белиси на площади Берия. Пронимал парад у нас генерал армии Тюленев. На параде были одни девочки. Там прожитаристы, связисты были. В общем, там все. Муж Федора вернулся с войны инвалидом. Без ноги. О войне не вспоминали. Жили дружно. Много работали. Мария Михайловна ушла на заслуженный отдых в 75 лет из совхоза Джимите. Теперь вот сетует, что ноги болят. Не каждый день удается погулять на улице. Но память не подводит. Мария Михайловна шутит, что регулярно ее тренирует. Я вот фотографии тут начну разбирать. И все вот. И буду сидеть вспоминать, пока не вспомнит. Не оставляют Марию Михайловну без внимания две дочери, четыре внучки и четверо правнуков. В преддверии такой даты, как 70 лет победы, Мария Михайловна желает каждому и стране в целом. Пожелать только мира. А если будет мир, будет все. И здоровья. Сегодня отмечается День детской книги. Впервые книжки для детей в России появились в 16 веке. До этого момента литература была для всех одна. Самым великим сказочником всех времен считается Ганс Христиан Андерсон. Поэтому Международный совет учредил этот праздник в честь его дня рождения. Это имя пока мало известно анапским ценителям классики. В городском театре состоялся первый сольный концерт Арины Антоносян. Преподаватели предсказывают этой талантливой 11-летней пианистке большое будущее. Это произведение самого сложного для исполнения композитора Иоганна Себастьяна Баха. Не всем под силу исполнение его пьес, фуг и прелюдий. Да и в целом с такой программой сольного концерта 11-летней Арины Антоносян выступают только взрослые музыканты. А все началось с того, что мама в пять лет привела девочку на фортепианное отделение. Она была принята в 2008 году на фортепианное отделение, первый класс. Пришла маленькая худенькая девочка и никто не ожидал, что в этой маленькой-маленькой девочке кроется такое огромное талантище. Программу музыкальной школы Арина осваивает с опережением. Каждый год она участвует в различных международных конкурсах российских и краевых. Но первое выступление навсегда останется в памяти. В самом раннем детстве, где-то в возрасте шести лет, когда я получила первое место в Санкт-Петербурге. Это самое такое классное. Было очень страшно выступать, потому что это почти первый раз мы были. И из 150 человек быть самым первым – это здорово. В будущем Арина Антоносян мечтает стать известным исполнителем. С 1 по 5 апреля в Краснодарском крае международное соревнование по велоспорту «Шоссе». Накануне в программе соревнований – однодневная классическая велогонка «Краснодар-Анапа». Финиш в Анапе. 150 спортсменов из 24 национальных команд велогонщиков отправились не из Краснодара. Около 200 километров они преодолели за 4 с небольшим часа. Правда, до финиша добрались не все. Часть спортсменов сошла с дистанции еще на трассе. Первое и второе места в заезде завоевали спортсмены из команды «Русвела». Бронза – в зачет команды «Колс». Победа значимая, потому что это первая гонка. И победитель гонки будет вписан в летописи. И мы уверены, что эта гонка будет традиционной, с года в год. Поэтому очень важно. И, конечно, для России важна победа российского гонщика сегодня. Потому что за первое место начисляют самое большое количество очков. Изменилась дорога, меньше ям стало и гладкий асфальт. Ну, хорошо все было. Что было самое сложное? Сложное – это ветер был. Сегодня группа разрывалась. Это однодневная велогонка, как генеральная репетиция перед более сложным и долгим заездом. В погоне за очками в Олимпийский рейтинг велосипедисты в течение пяти дней преодолеют расстояние в 600 километров. Дистанция соединит Анапу, Краснодар, Геленджик, Новороссийск, поселок Небук и Туапсе. И это все новости на сегодня. Далее смотрите Наталья Измызгова с прогнозом погоды на завтра. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды. Потоки воды снова хлынули на Анапу. Дождливая погода сохранится и в пятницу. Радует теплый ветер. Днем ожидается до плюс 9 градусов и ночью до плюс 7. На территории курорта разгулялся циклон. Дождливая погода будет стоять еще несколько дней. Будьте внимательны друг к другу на дорогах. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...